Совокупная задолженность Чувашия перед федеральным бюджетом по состоянию на сентябрь текущего года составила 3,5 миллиарда рублей. Половина общей суммы долгов приходится на налогоплательщиков, находящихся в процедуре банкротства. Наибольшее беспокойство вызывает концерн «Тракторные заводы». Михаил Игнатьев провел очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов в консолидированного бюджета Чувашской Республики. Задержка по перечислению налога на доходы физических лиц от крупных предприятий – основная причина возникновения задолженностью в бюджетную систему Российской Федерации. Концерн «Тракторные заводы» стоит первым в списке должников. Прежде всего мы также здесь наблюдаем в последние годы снижение поступления налога на доходы физических лиц. Анализ показал, что в этом году за 8 месяцев поступления налога на доходы физлиц от группы данной компании снизились и составили чуть более 40%. Здесь мы недобрали по нашим расчетам более 120 миллионов рублей. Наибольшая сумма убытка у промтрактора – полтора миллиона рублей. Промтрактор «Вагон» и Чебоксарский завод промышленных тракторов также имеют задолженности перед налоговой службой. Выручка от реализации в этом году за 8 месяцев у нас снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года примерно на 30%. Количество выпускаемых тракторов в месяц колебалось в диапазоне от 20 до 25 тракторов, что значительно мало для обеспечения нашей хозяйственной деятельности. По словам Мажанова, причиной возникновения задолженности стало отвлечение значительных средств предприятия на уплату процентов по синдицированному кредиту. В этой связи Михаил Игнатьев подчеркнул, что банкротить предприятие нельзя, иначе тысячи людей могут остаться без работы. Андрей Мажанов поблагодарил главу республики за поддержку, оказываемую предприятием концерна, и заверил, что уже в текущем году выпуск тракторов увеличится до 70 штук в месяц, следовательно, вырастут и доходы. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика.